Добрый вечер, Сибирь и Шим, Сорокинск с вами, Эгдар, здравствуйте, брат Юрий, здравствуйте, Бухтияров, навсегда на месте, Олег, Приморский край, всем здравия, Гречихина, добрый вечер, Олег, солнышко, всем, Антон Колесников, добрый вечер, Так, ну вот, Россия, Республика Беларусь, Олег, привет, Полесье, плюс 20, Семен, Алтай, село, желаю здоровья, Гермалдинов, как всегда, вместе, Наталья, доброго времени, Жоба, а Манджор, кстати, можно садить, как ветрозащита от ветра, на бугры, на близкие кнутовые воды, нет, они, знаете, как, близкие кнутовые воды, понятие относительно, я тут разбирался с одной дамой, у которой, сихотаринские погибли, я все варианты перепробовал, вот, ну, как погибли, я говорю, гепатогенные зоны, да нет, там лес рос, ладно, хотя, еще не факт, что они, они, вот, посадила на холмы, все равно замерзли целый ряд, вот, чего вы так не гадали, не гадали, грантовые воды, четырех метров, а тут такой момент есть, дело в том, что, никто, практически, не умеет работать, как белокатовщики, мы не знаем, что под землей творится, я вам несколько раз показывал схему грантовых вод, вот, вот, понимаете, и я наблюдал, как, вот, густой лес, да, вот, тут все растет, а тут не растет, все одинаково, ровненько, а загляни под землю, а там, оказывается, не просто, а я спросил, она говорит, да, у нас 20 сантиметров всего почвы, а потом идет грима сплошная, ага, думаю, зацепился за эти слова, а вода где, ну, колодец есть 4 метра, а вы знаете, я показывал эти схемы, 4 метра, или даже 10 метров, 10 метров, и вдруг, бах, подземное озеро, оно может быть всего маленькое, 2-3 метра, там, диаметры, может быть целое озеро, там, 20 метров, 100 метров, а оно сразу, то есть, там, глина идет слоями, и между слоями стоит вода, и она будет стоять в одном метре от поверхности, и чтоб вы не посадили, она дохнет, дохнет, и не знаем, и все, никто не знает, что там до воды-то не 10 метров, как у соседа колодец в 10 метрах, а там всего метр, ну, вот у него растет, растет семерто, растет растет семерто, то есть, мы садим на удачу, наугад, и что я в таких случаях должен сказать, не садите, не садите, ну, как, как можно больше, и в разных местах, и где-то здесь погибнет, а я, я говорю, ну, еще раз выпишите, скидку дам, но посадите уже в другом месте, посадите в третьем месте, найдете место-то, а с кем я показывал, подлинка есть, когда здесь давать и 10 метров, здесь 5, а здесь всего метр, и как раз в это место, допустим, посади деревья, ну, как мог объяснил, а то выпишите близкие грунтовые воды, тут уже бугор не спасет, так, Инна Дубровина, всем здравия, Валентина с Подмосковой, здравствуйте, Михаил, привет, вот, кстати, я, когда Михаил С, опять деньги присылал, это, для Долматова, Валера Александровича, а заодно отсчитаюсь, значит, был, как бы, получилась вторая волна, больше 10 тысяч собрали бы, да, за 2 суток, это вторая волна, людей, ну, мягко назовем, их нас, 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 я тоже здесь назовем нас, и брат мой, кстати, здесь, в этой, в этой толпе, тех, кто пожертвовал свои деньги, и получилось еще больше 10 тысяч, вот, а бесплатной медицины давно нет, и никогда, боюсь, не будет, вот, боюсь, никогда не будет, спасибо, друзья, кто помог, Валер Александрович, и сейчас кто-то говорит, да, я просто до получки не мог, вот, хотел 100 рублей высылать, до получки не мог, повторяю, высылайте на железо, вот, это надежно, давать вам телефон, людей, у него нет, телефон, его не подвязан, Валер, не подвязан, давать другие телефоны, да, пускать, да, ну, я откуда знаю, дойдут мои деньги, не дойдут, вы, знаете, каково я уже, вот, ответить его можно, так что, Михаилу, спасибо, профессионал Снегарев, доброго времени, благослово святого, а, кто-то из вас 5 тысяч прислал, мне вот это, я, я всю жизнь был круче всех, сейчас я не смог 5 тысяч, а человек смог, не знаю, спасибо огромное, кто-то прислал 5 тысяч, написал, дай Долматову, так, Алексей М, добрый вечер, скажите, через какое время начинает проставить кусочки, а мой телефон же, 8-960-776-86-72, помню, первый раз, когда я дал апеллини, до конца вебинара, несколько, несколько периодов прошли, еще до конца вебинара, вот, непростой человек, Долматов, не знаю, продлим здесь, спасем жизнь, вот, такие люди должны жить больше нас, вот, самые талантливые люди, нет, не ценятся на государство, так, добрый вечер, скажите, через какое время, на что-то проставить кусочки после того, как они будут извлечены из холодильника, ну, несколько дней, но они, самый идеальный вариант, земля таяла, все, никаких холодильников, не ждите, пока взойдут, я, 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 такое был, прошу, я не знал, что давлеет вот такая вот неудача, люди решили, не я, что холодильники в песке, они будут потихоньку сходить, человек будет доставать, садить, доставать, садить, и потом, в какой-то момент они перестают просыпаться в холодильнике, допустим, четверть, половина, две трети, а потом, вот, кажется, на улице июнь, почему они, нет, они взошли, я говорю, поймите вы, холод, темнота, сырость, за это время, пока до июня, выдержали, ждали, пробуждение, могли сгнить, они могли быть уже просто сухими, песок мог, знаете, как, соседний проклюнулся, всю, забрал всю эту влагу, а тому, кто рядом с ним, там, бок в обок лежал, ему просто не хватило влаги, и теперь он уже не взойдет никогда, это в сухом виде, это не стратификация, поняли, в сухом виде, это просто хранение, и тогда, получается, что, сейчас, большая часть овсей, уже можно садить, прямо, на постоянные места, или хотя бы в школу, так, Елена Оржумова, в фильме вы показывали, и зеленые черенкования, для каких растений, а, жимолоси, да, смородина, да, так, шелковица, да, остается, так, остается, так, смородину упомянули, так, шелковица, не было, что мне с головой, сейчас, последнее назову, а, последнее, это, последнее, это, последнее, это, все, старею, разве можно забывать такие вещи, то, что сам делал, вот, опозорился, в легком затяночке, кто-то, первый раз тут скажет, господи, кого вы слушаете, кого вы слушаете, дайте мне еще секунду, ладно, попозже, так, нет, так, не могу успокоиться, живо на самом роде, на шелковице, все, потом вспомню, Ирина Алтая, у меня растет, один лангкассерский орех, создал разный, но этот выжил, правда, растет медленно, 7 лет, 2 метра, ну, и пусть себе дальше растет, что я скажу, тем более, я понятия не имею, о чем и речь идет, вот, и подогнать его не подгонишь, тебе только ждать, Семен Алтай сейчас не принимает на службу по опыту и знаниям, в основном по назначению одобренного выше, тут главное, лояльность, чем под активность, и он все деградирует, ну, садоводство это не относится, сейчас, минутку, а вдруг по теме, железо на проводе, Валерий Константинец, Крыжовник, вы просеете, Крыжов, Крыжовник, все, так, Александров, заменяй меня, ну, что это такое, а, заменишь, следующий вебинар будешь вести? Могу. Так, сделаем так, значит, раз ты показал себя лидером, пусть на минуту, пусть, одномоментно, вот, значит, что мы делаем, идет следующий вебинар, да, допустим, я, так, мне надо больше по этому, по WhatsApp, вот, ты мне, извини, я же привык к старикам, ну, старослужащим, старослужащим, привык на ты, поэтому, пару слов по WhatsApp, я тот самый, вот, а я буду, если что, специально, как бы сказать-то, давать слово, я на WhatsApp хотел вам отправить, у вас же там, по-моему, на экране, да, вот свечивается сразу? Да, 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 на экране. А, ну, думаю, прочитаете его или нет, видно будет или нет. Или можно по-другому сделать, задавай какие подходящие вопросы, уже есть, с таким расчетом, чтобы это был диалог, вот так же, как у меня было с Савинич, помнишь, прошу вебинар? Ну, договорились, если буду выходной, надо только посмотреть. Да, ну, надо прикинуть, что на душе, что это, чтобы польза была всем, всем, ладно? Хорошо, договорились. Все, договорились. Ну, ладно, я продолжаю. А, все, счастливо. Да, счастливо. Хотя еще не прощаемся, я еще тоже на вебинаре. Хорошо. Ага, все, до свидания. До свидания. Так, а вот, снова Алтай. Да, но, кстати, насчет, по наслужбы, службой, садоводство, это особая отрасль, она самая отсталая. Я рассказывал, как была нищенская зарплата, 15 тысяч, у сотрудников Абаканского института огромных проблем, и если им сделали после 15 тысяч, 10 тысяч, это последние данные от этого, от моего друга, его уже не уволят, он на пенсии. вот, то суд полота Доскобилова, то, наверное, директора, которого назначили, нового, сказали, а как хочешь выживать, ей не дали денег. Вот, я знаю, что, наверное, сама Тимяевская академия, она продает саженцы, продает, но дерьмовое, что есть, то есть. Вот, и опять же, со штамбами искусственными, с количественным штамбом, я просто не понимаю, как бы их переделать, почему, почему бы, сейчас я закончу эту мысль, знаете, почему, вы сказали, не по опыту, знанию, Семен, а подобранная выше, ТТТ, тяновь, все деградирует, дело в том, что, только, это расстрельная должность, допустим, вот этот же директор, Абаканский институт, это надо иметь, страшные нервы, железные, раз, это надо лопчить, я, первые годы, когда я, начал печататься, да, я сразу набросился, с критикой на науку, а вы можете понять, что такое, когда приходит письмо, ведь тогда, это, это были статьи в газете, приходили в ответные письма, бумажные, что там было написано, в одном из них, на всю жизнь, при прочтении, сжечь, а сколько он там рассказывал, у человека обида заболела, а он доктор наук, а у него это самое, директор, или как, проектор, я не знаю, разница, директор, проектор, а он приватизировал институт, он все продавал в аренду, деньги все себе, вот, как он фонд, никто не контролирует, фонд, это зарплата у кого, а потом вспоминаете, вот этот случай, свежий, это было сказано громко, на всю страну, что дальше шло название, Уральского института, и было сказано, что 10 лет, что 10 лет, директор, и главбух, обкрадывали зарплаты, научных сотрудников, у них и так, извините, жрать нечего, на этой зарплате, а оказывается, они еще не полную зарплату получали, 10 лет, кому завидовать-то, а скажите, можно было бы, имея достаточно власти, выключиться самому, и накормить своих сотрудников, но только найти им достоиную работу, ну, никто же ко мне, к Железову, кроме тогда, этого генерального директора, НПО, с Росеи, кроме Степанова, ко мне за помощью не обратился, это Железову выслал больше 2000 черенков, а? Сразу замечался новый, вот тот самый сад, по которому я грязю, слово грязить, мечтать, грязил всегда, а он его решил построить, начинался моих статей, вот, что все это реально, но продавая сотнями тысяч саженцев, он все равно с этой задницы не вылезет, то есть, низкое качество, низкое качество, сплошные потери, сплошные убытки, придумать же абрикос, могучее дерево, которое бросает до высоты трехэтажного дома, привать на двухметровый кустарник, что думаешь это? Я согласен, легитимно говоря, существует, влияние подвоя на привод существует, что, кустарник вырастет, трехметровый, десятиметровое дерево, двухметровый, этот, двухметровый кустарник, массовая гибель, больше ничего, но можно ли? Но если такие уникумы, есть как это, он два гектара выращивает, этот самый, раканин, только одно, одно это, виноградо, виноград укрывной, там сейчас не укрывной, вырастет, с голоду не пропадет, но надо, чтобы вся Россия ела этот, тысячекратно увеличить, как можно? Но у нас институты не умеют выращивать-то. Увидеть больное дерево на канале, насквозь больное, придумать ему десяток названий, вроде фитоспороз, этот самый, господи, как амикоз, и при этом говорить, давайте мы будем вырезать ветки, потому что туда солнце проходило, не зная причины, там причина под землей. Где кадров набраться? Я говорю, любой институт может себя прокормить. Вы знаете, я всегда относился, ведь Бойкова, Галина Николаевна, она директор, много десятилетний директор, в который я горжусь, что я дружу с ней. Я когда говорил, критиковал ученых, я не имел в виду. Она подвижник. Она кормилась, потому что прекратилась финансировать. Она кормила себя и свой коллектив тем, а вот этими же плодами, которые выращивала, вот этими саженцами, которые выращивала. А у него был прекрасный подбор сортов еще сибирских, великолепных. А другие плодопитомники, если взять 100, ее соты, а 99, это перекупщики. только притворяются в Омске, черешный якобы сад. Ага, сейчас. А этот самый город Ингельс, Сибирь оказался. Так просто, движение в Сибири. Пожалуйста, вот вам персики в Сибири не замерзают. Берите. Так, спокойно, перенесли в Сибирь этот самый город Ингельс. можно так сделать? А где же вы тогда взяли эти персики-то? Так, ну что, поехали дальше. Значит, все, что вы написали, Семен, это не так. Завидовать садоводству бесполезно. Выходить надо. это, естественно, уже финансирование нормальное, но чтобы оно не пустую было, чтобы все это не пошло в прорву. Все, что будет это. Вот, допустим, мы засыслили Александра из села, из Алтайского. Для него несколько сот, несколько гектаров распаханной земли, эта земля потерянная, потому что она распахана. А садоводам не нужна распаханная земля. Нужна целина. Вот тогда на ней будет все расти. Но это он понимает. А ученые не понимают. Готовился сдавать экзамен. Пять гектар не хотели давать. Ты горожанин, пошел нахер. Я говорю, закон сам этот, Ельцин сказал, берите все, кто хотите. А ты ничего не знаешь, зачем тебе давать? Вот тебе две недели за экзамен заместителя главы по сельскому хозяйству. библиотеку, несколько книг. Все начинали со слов. Закладка сада. Распахиваем всю землю. А перед этим задаем туда. И дальше шло. Так где же мне взять-то все это? У меня зарплата это, скромная зарплата инженера. На жителей хватало. как я пять гектаров смогу полностью засыпать удобрениями? Распахать трактора нет. И пошло-поехало. Это у меня до сих пор обида. Так. Что дальше? А косточки, думаю, продавцы заказывают за границей. В Аландии, наверное. Так какие косточки заказывают? Котовы санкции заказывают. Косточки еще не каждый вырастить-то сможет. Нет, тут вы не согласны, Семен. Так, Елена Поржуова. Так, 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 так. Может, Леонид, Аня, тут, видимо, я еще не дошел до этого. Что-то хорошо расписались. Молодцы сейчас. У вас другой микроклимат. Не режу, не обрезаю. Но такой у нас есть. Красный и черный есть. Болячек много на деревьях, кусаликах. Обрезаю только уже больной и то, что вы все правильно делаете. Но другое дело, что, конечно, это не только где раны есть. Вы разобоины, пожалуйста, достаточно. Кто вам сказал, что ваш климат предназначен для этих самых вкусных, сладких абрикосов, яблони, грушек. Кто вам сказал? Почему их до вас не росли? Вы же поди первые садите. Нет. Приучать, приучать, приучать. Причем в каждом регионе. Для этого и нужны везде свои люди. Вот. Лобаса, теплый вечер исполеченный. Так, вооружуем. У нас наоборот, влажность не сильно. Большая зимой морозы до 47. Ого! Только что обижать 47-49. Еще вам бета не будет этих морозобойн. Я думаю, что подмерзает, иммунитет становится хуже, болячки грибы цепляются. Да, у нас без обработок от болезней нельзя обойтись. Ну, что подразумевает под обработкой? Значит, прежде всего, когда вы упомянули, грибы цепляются. Значит, самая дурная работа это взять шпатель и сгребать эти самые грибы. Это одно из самых страшных ошибок. Уже этого делать не надо. Раз. Дальше. Если вы опрыскали дерево, это тот же самый мой любимый пример. Приходит мой врач, а там лежат умирающие в реанимации и говорит, сейчас я вас вылечу. И красивым душистым дезодорантов пшик, 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 пшик. И вот уже запаха гниющих грибов нету. Гниющая кожа. Пшик, пшик, пшик. Вставайте, едите. Вон как вкусно пахнет. Вот примерно так же для вас будет действовать то, что вы будете обмять. Вы сами сказали. 47, 49. Вот. Обрабатывать или не обрабатывать результата не будет. Только зря время потеряете деньги. Разве вредители не вымерзают при таких нечем? Вымерзают, да. Но дело в том, что вредители, у них есть хорошая защита, они также любят снег, как его. Например, под снегом теплее. Вот. И там спокойно вредители. Вот у меня малоснежная, да, у меня вредители меньше, чем всех. Я не знаю, что такое вообще прыжки. Вот. А у вас получается так. Значит, под снегом отсиделись и каждый год опять идут. Ну, ну, как? Ну, не идут, здоровые деревья не ляжут. Все деревья в разной степени больны. Я всегда говорил в Сибири, на Урале, в Хабаровске край, на Дальнем Востоке. Да, там везде, Подмосковье. Везде все деревья до единого больны. Все больны. Минимальный уход, правильная посадка. Смотришь, эти болезни долго еще не проявляются и вредителей нет. Рядом на искорительных деревьях полно. Там они жрут листья, значит, деревья ослабевают, а здесь не жрут. Там уже поздно, но если опрыскать, допустим, от этих, от той же тли, особенно маленькие деревья, так страдают от тли, там понятно, какую-то пользу может принести яд и химикат. Особенно питомник я всегда опрыскивал. А взрослый сад, пусть там десятая, каждая десятка ветка вся в этих грибах или в этих тляю. Ну и черт не от этого ничего не влияет. Фактически не вижу. И плодоносит, и все. И голову мне не ворочит. вот, 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 так, так же, может вы правы, что живу в низине, если сильное перерождение. Да, 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 да. Лучшее место еще надо выбрать для сада. Ведь не зря жить, этот Мичурин, он фактически угробил свой сад. Вот. Семен, шелковицу можно поливать на виноград и инжир. Так, первый раз слышу, ничего не буду говорить, никогда не лезу туда, где не знаю. Вот, хотя сомневаюсь. Владислав, у меня вопрос, пропускал или урожай ваша лещина, к примеру, от мороза. Нет, не пропускала. Вот, у нас, так не такие уж морозы, последние несколько лет, можно сказать, что шапка уши не опускала. Так и лещина тоже уши не опускала. Так же вопрос, как считаете, можно ли стол от снега защищать самодельным коробом, чтобы под ним не было снега и даже зимой. Не только молодых, но и взрослых деревьев сделать коробки защищает ствол от снега. Ну, вы, наверное, слышали, что есть такой огурцок, он же мой друг, он живет рядом в Кузбассе, он делает коробы, у него деревья прекрасно там живут, жили. Как годы идут, может, что-то уже не так, но придумал неплохо. Нет, я даже его опыт распространял. так, шарафуга тройная культура, а, да, я забыл, как называется, персик, абрикос, слива, в сумме шарафуга. Вот. Только показать бы мне, живем, вот шарафуга, вот она дошла за положение, вот плоды такие особые, только рекламу, больше нигде не видел, в жизни не видел, боюсь, не вижу никогда. Так. Снегирёв. Здравствуйте, Олег Артиныч, можно ли густо 5-10 сантиметров другого садить воносную вишню или все же придерживаться значительного расстояния? Но, погодите, если вы садите как школку, чтобы потом рассадить, пожалуйста, Сергей так и садил, помню. Господи, такое впечатление, что вот как раз 5-10 сантиметров а потом все равно прошло, частично калечится, когда выкапывать, выкапывать приходилось сразу по нескольку. Другое дело, зачем так экономить-то место? Петронин, всем привет, из Томка, сегодня делал первые прививки, вопрос, если толщина по двое у земли больше, чем что-то приводит, а на сколько можно поднять прививку от земли? Вот, 5-10 с 15 сантиметров можно, можно, но нежелательно. еще многое будет зависеть от конкретной, вы сказали, больше, на сколько больше? Полтора раза, два раза больше. Может быть, надо два обычных черенка вставить, чем выше поднимать место прививки. Валентина из Подмосковья. Добрый вечер. Скажите, у вас есть ученики Подмосковья, у которых есть черенки яблок в ваших садах? Вот, конкретно сказать не могу. Напишите мне, и здесь не отвечу, может быть, Макаров в данном случае тут не присутствует, вот бы сейчас бы он выдал свой телефон, и я так не отвечу. Надо еще найти его телефон, от Бакарова. Вот, и сообщить вам, а вы уже будете спрашивать у него, есть у меня такие сады или нет. Короче, жду вопрос ваш по WhatsApp. Так, коллега здесь ветер добрый, пятого отправлена посылка в Абакан, сегодня восьмое, Абакан посылка прибыла, пишут на сортировке, думаю, завтра получу. Ох, как быстро. Тянеки, сразу пойду, привез косточками, посмотрю. посмотрите выбор, как ваш бешфор-китайка на вкус. В прошлом году было одно яблочко, кисточие, рано сорвали, не дали с вами. Ну, так что вы спрашиваете, дайте дозреть, тогда и увидите. Вот. Я всегда говорю, для меня вкус плодов, это как поцелуй разных женщин. Поняли? Можете сравнивать их? Нет, и тут бесполезно. Никогда на такие вопросы не отвечаю. Ну, есть, конечно, прозвительная сорта, но безусловно, это айка. Так, Данила, скорее всего, высажу. снегирево-манджурский орех, третий год дает только боковые ветки вверх, никак расти не хочет. Да, тут не знаешь, как от него спастись. Перед и перед. А что делать? Ну, выбирайте самую сильную ветку, с которой сделать вертикальную. Забейте, прикол, выпрямите, ждите. Больше ничего побольше не можем. Валентина Павел писала, что вы не заходите во сапка, Валентина, каждый день захожу, каждый час захожу. Вот. Это моя судьба. Вот. Бывает, что вы, допустим, помню, вы или не вы, у меня был случай вот сегодня, звонок, и написано, подозревается этот, самый, подозревается спам. Я говорил зрителям, возможно, с вами, возможно, не с вами, которая мне писала, что почему я не отвечаю на WhatsApp. А я клялся, что всем ответил. А потом вспомнил, почему здесь ваш телефон подозревается в спаме. Значит, возможно, в какой-то попали программу, что вас не пропускают, поэтому я не вижу вашего вопроса и не отвечаю. Скорее всего, так. Потом я, женщина, с которой беседовал, которая якобы спам, это вы, не вы, я попросил ответить с другого телефона. Вот. Вот все, что было. А дальше, я не знаю. Давайте так. Есть крайние случаи. Некоторые говорят, мы WhatsApp за них меня не принимаем. Давайте сделаем заказ по телефону. Я принимаю, беру ручку и записываю. Это на самый крайний случай. Есть еще у меня, кроме WhatsApp, есть еще адрес. Попробуйте по адресу. Там рассылаю каталог еще с помощью этого e-mail. Так. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, почему вы не можете ко мне, почему я молчу. Вот сейчас открою, а там уже вы будете. Ну, смотрите. в принципе мы закончили разговор. Я даже могу персонально вами заняться. Знаете, как это будет сказать? Если зайду в WhatsApp, который на компьютере, там много чужих телефонов, а вот здесь на телефоне мы посекретничаем. Так. И так я захожу в WhatsApp. Так. И вижу здесь свежие письма. А теперь смотрите. Тут же нет же, допустим, вот здесь вы подписались. Валентина из Подмосковья. А какое здесь название? Как я вас выделю отсюда? Которое вы? Тут записи знаете сколько? Сотни. Мне за неделю сотни писем приходят. Как я вас найду? А мы можем с вами так сделать? А вы прямо сейчас напишите мне. Сейчас станет ясно. А вот прямо сейчас. Я Валентин из Подмосковья. Почти Просковья из Подмосковья. Я подожду. Сейчас мы разгон закончили. Дальше каждый заниматься чем хочет. Кто отключается? Кто продолжает слушать? Вот. Можете вопросы задавать? Хотите еще мало людей исчезло? Мало. Я могу знаете что сделать? Найти еще интересы. Пока жду письмо от Валентины. Я могу еще сюда полистать. Вот. Полистать. Это вегетативные гибриды. Видели? Которых не может быть никогда. Но это ладно. Я зачем сюда полез сейчас скажу. А кстати вот он наш Макаров Алексей Иванович. Вот он Подмосковье. Вот вам к нему. Видите? Яблонь сад называется. Яблонь не груши всего. Ну у него руки особые. Ну что с ним взять-то? Вот. Это талант. Вот он вам нужен. Кто то спрашивал. Сразу сходу найти телефон не смогу. Ну ка ну ка о о о вы пишите минутка. Я из вебинара открываю и вижу совершенно пустую страницу. Вы ко мне если вы ко мне даже что-то писали задавали вопрос. Здесь вопросов нет. Здесь пустая страница. Вот даже доказательства. Видите? Только одна фраза. Это я из вебинара. Так что я должен среагировать? Скорее всего я отправлю оба каталога. Скорее всего проблема в том что вы их не видели. Все будем с вами разобрались. Так отключаю. А вы что-то печатаете? А во во вы про телефон Макаров. Сейчас я не могу мне вы искать надо. Вот Это значит что я отвечу позже. Может кто-то сейчас на свой телефон. Такие случаи были. А я сейчас еще видите какое совпадение. А вот Макаров. Дело в том что Теверезвик он тоже бы пригодился. Вот третий участок тем более рядом Подмосковье и рядом с этим который заслуживает права стать филиалом Теверезвик академии. Еще бы я вас попросил Это все на свете не покупайте Сколько с этим связано обид бед не покупайте Все давайте ребята прощаться У нас уже третий час на исходе Вот Третий час на исходе А вот еще Хотите из косточек Вот как вас это переубедить девчата А Закончите березнику и не знать что из косточки может это вырасти Как Неужели кроме той цитаты 90-летней травности и оскорбления братьев Железовых Вы на что не способны А вырастить то Че А человек вырос Вот мои косточки А Ладно Оставляю эту тему для другого случая Все друзья Будем прощаться Будем прощаться Ой Стоит только нажать Остановить Расследование Ну Вы запомните Чем Мне От Вас Надо Видели Все Саженцы Маленькие Ударенькие Вот Сенсацию Сотворил Что Он Стоит Через 3-4-5 Лет Как Получить Первый Урожай Прекрасных Плодов Не Знаю В чем В чем В чем Проблема Внутри Человека Заказали 10 Заказали Вот 5 Заказали Заказали немаловат косточки вот пойдет на выбросить понятно черепки тоже никто не берет почти кто заказал 5 еще раз 5 еще раз 7 а заготовлено 1000 а я потом эту тысячу буду сжигать и буду говорить вот этих словах я заканчиваю разговор до свидания